Исследуя памятники культуры русского Средневековья, нельзя не обратить внимание на некоторые странности с точки зрения современной истории в рукописном тексте знаменитого литературного произведения Афанасия Никитина «Хожение за Треморем». Рукопись эта начинается словами «За молитву святых Отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя раба своего грешного Афанасия Никитина сын». Ясно, что этот текст написан православным человеком. В основном «Хожение» написано по-русски. Однако время от времени Афанасий Никитин свободно и гладко переходит на тюркский или даже арабский язык. Затем столь же гладко возвращается к русскому языку. Очевидно, он, как и его соплемение, свободно владел этими языками. Но не в этом суть. Главное то, что тюркский или арабский язык используется Афанасием Никитиным для написания русских православных молитв или, если угодно, исламско-православных. Как бы это ни звучало странно в наше время. Вот, например, «Не отврати мя Господи от пути истинного и настави мя Господи на путь твой право». Господи мой Алло, Перводиги Алло, Тикарим Алло, Рагим Алло, Карим Алло, Рагим Алло, Ахалим Дулемо. Уже проддоша четыре дверевые дни Бессерменской земли, а христианство не останет. Здесь Афанасий Никитин прямо среди молитвы переходит на тюркский и арабский язык, но записывает их русскими буквами. В частности, вместо «Бог» пишет Алло, то есть Аллах и так далее. Рукопись свою Афанасий Никитин заканчивает следующими словами. Здесь Афанасий Никитин использует выражение из Корана, например, Алло Акбиль, Аллах Акбар, и Иса Рухолло, то есть Иисус Дух Аллаха. Для него это не кажется кощунством, а воспринимается как вполне допустимая норма. Вероятно, сегодня мы не знаем чего-то очень важного о средневековом христианстве на Руси.